Есть там фраза какая-то, управленческая импотенция, наверное, еще говорят, да, но реально у нас сегодня вот та часть у нас не работает. И не работает, по словам руководителя проекта платных парковок, его партнер, администрация города. Критики проекта много, люди не платят за парковочные места, но изменить хоть что-то без администрации города не выйдет. Я за последние полгода ни разу никого из администрации не видел. Я пытаюсь встретиться с кем-то там, с руководителями или с замами в официальном режиме. У нас ничего не получается, потому что все заняты. Мы партнеры в этом проекте по проекту с администрацией города. Я мэра не видел ни разу, честно скажу. За три года в городе оборудовали 85 парковок, это 1200 мест. Свои обязательства, уверяет Вилков, по договору выполнил. Установил паркоматы, информационные щиты, разработал приложения и несколько способов оплаты. Уверяет, люди с каждым годом привыкают к системе все больше, но и этого недостаточно. В компании Инфоком считают паркоматы самым удобным способом оплаты парковок. По их данным, почти половина тех, кто платит за парковки, делают это с помощью банковской карты. Но есть одно но. В миллионном городе за парковки платят лишь 1% водителей. Лицевые счета для оплаты парка мест создали лишь 42 тысячи автовладельцев. И это при том, что в Красноярске полмиллиона машин. Если наглядно, то за три года работы проекта через систему прошло чуть больше 100 тысяч операций. Поступление в бюджет с оплаты парковок составили почти 6 миллионов рублей. А теперь о том, сколько недополучила казна. Речь о штрафах. Их фиксирует специальный комплекс Инфокома. За три года он зафиксировал нарушения на общую сумму в 65 миллионов рублей. Все данные компания передала в административные комиссии мэрии. Но там выписали протоколы лишь на 2 с лишним миллиона. Передали водителям, а те не оплатили и этой суммы. В итоге бюджет лишился почти 64 миллионов рублей. Бизнес считает, что в мэрии за неделю должны оформлять около 5000 протоколов, а не 200, как сейчас. Специалисты признают, они долго копили опыт. Сейчас установили новое программное обеспечение и стали работать в два раза эффективнее. Но могли бы и лучше. Реально, если будет обеспечено еще какое-то количество людей, которые будут этим заниматься, финансирование соответствующее, почему нет? В комиссии сейчас 16 человек. То есть у них у каждого есть свое направление деятельности. Кто-то занимается нарушениями тишины, кто-то нарушением правил торговли. Парковками в основном занимаюсь я. Есть у нас те, кто подстраховывает меня в случае отсутствия отпуска болезни. Первые лица города уверяют, им некогда сейчас заниматься платными парковками. Вопрос отложили до осени. Сейчас проходят дорожно-строительные работы. Сами понимаете, что во время ремонта некие параметры уличнодорожной сети будут меняться. Будет меняться парковочное пространство. И сегодня сказать, что давайте мы будем каким-то образом по-другому работать, это невозможно. Потому что на дорогах просто выполняется ремонт работы. В мэрии добавляют паркоматов на улицах города меньше, чем заявлено в контракте. А значит, бизнес тоже не выполнил свои обязательства в полном объеме. Да и красноярцы с их мнением отчасти согласны. Здесь опять за эту парковку платить, что они здесь сделали-то? Здесь было все сделано, наверное, за счет государства, налогоплательщиков. Ольга Хохлова, Дмитрий Пименов, Сергей Кашин, Дмитрий Кутько. Афонтова новости.